Вот с чем вам пришлось столкнуться после этого громкого заявления? Со скоординированным нападением. Причем, что самое любопытное, в первую очередь нападали оппозиционные блогеры, оппозиционные политики, оппозиционный лидер общественного мнения. Это было удивительно. Вот против Путина они не смогли объединиться, против меня смогли. Ну, это, как правило, какие претензии звучали с их стороны, со стороны вот этого? Вы знаете, эти претензии невозможно выразить, потому что они, как правило, были сформулированы в откровенно хамской, похабной и оскорбительной манере. То есть, несогласие – это вещь вполне естественная. Сомнение – это вещь вполне естественная. Ну, очень важна та манера, в которой выражаются несогласия и сомнения. Если они выражены в хамском виде, я подчеркиваю, в хамском, намеренно оскорбительном, уничижительном, это означает, что те люди, которые высказывают таким образом сомнения, они не уверены в собственной правоте. Потому что это называется обесцениванием не высказывания, а обесцениванием личности. Вот они этим хейтом и занялись. Лучше бы они не направили свои усилия, ну, правда, уже против покойного Путина. А сейчас им придется столкнуться с уже живым, все еще живым и здоровым, относительно по сравнению с покойным Путиным, Николаем Платоновичем Патрушевым. Но вы ожидали, что будет такая реакция? Вообще, чего вы ожидали, когда вы делали это заявление? Естественно. Я выполнял свой гражданский и общественный долг. Я сообщил обществу важнейшее известие, важнейшее, без преувеличения. Я был вторым, кто это сделал. Первым это сообщил телеграм-канал Генерал СВР. Вторым это сделал я. Считаю, что это та важнейшая новость, которая, безусловно, не могла не заслуживать информирования. О том, чтобы... того, чтобы о ней проинформировали общество. Была ли реакция от кого-то? Опять же, может быть, оппозиционное крыло или кто-то другой. Кто вас удивил? От кого вы не ожидали вот такой хейтерской позиции в отношении? С вашего позволения, я предпочитаю не фокусироваться на личностях. Я никогда не уподобляюсь этим людям. Это не моя манера. Я думаю, вы хорошо знаете. Ну вот вы написали об этом, Валерий Дмитриевич, тиран мертв. Вы написали, не убрав плашку иностранного агента. На что тоже обратили внимание, в том числе и ваши хейтеры, что если Путин умер, то вроде как имеет ли это значение? Но, судя по всему, это имеет значение. Естественно, Путин умер, но тиранита жива. Меня особенно умиляет, когда люди, живущие за границей, в Лондоне, в Вильнюсе, начинают давать советы, как надо бороться с режимом. Приезжайте и покажите, как вы это можете сделать. Когда вам сообщили эту новость, вам было уже заранее, вы были подготовлены к тому, что именно в этот период времени это будет? Я знал, что он умрет в эти дни. Сроки были разные. Да, Анна. Нет, я знал, что он умрет в эти дни. На рубеже сентября-октября мне сообщили, что срок его дожития не выходит за октябрь. Хотя публично я в основном говорил, что не позже осени, но я знал, что не позже октября. Погрешность составила всего 3-4 суток. Я считаю, что для врачей, которые смогли вынести не просто диагноз, а определить практически точно дату смерти, это выдающееся профессиональное достижение. Но с моей дилетантской точки зрения. Я не знаю, что об этом думают специалисты. Я буду задавать вопрос в том числе и со стороны ваших критиков в этом интервью. Вас в том числе обвиняют в искусстве манипулирования сознания людей, усыплении их активности. Тоже есть такая точка зрения, так ваши критики говорят. Мол, вот Валерий Соловей пытается убедить людей в том, что Путин все равно умрет, или в данном случае Путин уже мертв. Поэтому ничего делать не надо, от вас все равно ничего не зависит. Что вы на такую критику скажете? Это ложь. Это ложь абсолютно. Я всегда говорил, что смерть Путина – это только начало. Что у нас будет окно возможностей. Надо им воспользоваться, надо к этому готовиться. Я излагал, как это будет происходить. Это первое. Второе. Повторю то, что сказал минутой ранее. Если эти люди, живущие за границей, знают, как надо бороться, пусть приезжают и покажут своим поведением образцы такой борьбы. Я жду. И не только я. Уверен все неравнодушные россияне. Понаблюдает, как они будут реализовывать свои практические советы о борьбе с Путиным, ну, уже не с Путиным, уже с режимом, именно в России. Здесь и сейчас. Welcome, дорогие друзья. Как на ваш взгляд, что дает среднестатистическому россиянину вот эта информация о том, что Путин умер, но есть тот, кто его заменит практически идентично? Ну, или не практически идентично? Это тот крот, который работает, вопреки Марксову, кроту истории, не так уж медленно. Но работает он зато очень надежно. Меняется восприятие реальности. Когда люди начинают обсуждать, вне зависимости от того, верят они этой новости или не верят, начинают обсуждать, жив ли Путин, это означает, что легитимность режима поколеблена и поколеблена очень серьезно. Потому что в персоналистском режиме, в персоналистских диктатурах личность – это все. И очень жалко, что российская оппозиция этого не понимает. Она могла бы успешно включиться в хор делегитимации. Говорит, Путина нет, вас всех обманывают, передъявите доказательства, пусть делает ДНК публично, образец ДНК сдаст, и мы сравним с ДНК родственников. Чего же проще? Потому что это персоналистский режим. И очень легко бросить под сомнение режим, показав, что его основателя, его модератора, его стержня уже физически нет. И он находится в холодильнике в виде замороженной тушки. Но пока, судя по всему, вы сталкивались с такими ностальгическими реакциями после ухода, по вашим словам, Путина. Я вообще ни с какими реакциями не сталкивался, Анна. Я не видел ни одного человека, который бы выразил хоть какое-то человеческое чувство. Ну, та армия тролли, которую на меня направили, ну, понятно, что она может еще выразить, кроме ненависти. Но я нигде, в котором было бы выражено что-то вроде человеческого сострадания. Ни одного. Но вот интересно то, что вы написали о событиях в Дагестане, что при Путине такого не было. Ведь это своего рода какая-то ностальгия в таком случае, нет? Это не ностальгия, это констатация факта. Это подтверждение того, что его нет. Потому что тут же началась игра за политические позиции. Естественно, никакая украинская разведка и никакой ЦРУ не стояла и не может стоять за этим бунтом в Дагестане. Стояли совсем другие люди, которые хотели показать Николаю Платоновичу Патрушу. Он это воспринял именно таким образом, что его влияние не столь велико, как влияние покойного президента. Конечно, много вопросов к вам, Валерий Дмитриевич. Какие доказательства будут тому, о чем вы говорите, когда мы сможем их увидеть? Сможем ли вообще? Я думаю, что в течение ближайших месяцев доказательств будет появляться все больше. И хочу задать вопрос через вас, благодаря вам, Анна. А какие доказательства вам нужны? Честное слово, Пескова. А скажите мне, Пригожин мертв или нет? Как вы это докажете? Опираясь на честное слово Пескова, известного правдоруба, не правда ли? Опираясь на никому не показанное заключение Следственного комитета, якобы праведшего экспертизу. Поэтому доказательства будут, они будут появляться во все большем-большем количестве. И поверьте, Анна, и поверьте, уважаемые зрители и слушатели, и будут живые свидетели, которые все это с удовольствием расскажут. Мы только в начале увлекательнейшего процесса срывания всех и всяческих масок разложения российской элиты и начала крупнейшего конфликта политического постсоветской истории. То, что будет происходить в России в ближайший год-полтора, ну, год, по крайней мере, превзойдет масштабом и последствиями то, что происходило в 91-м году в Советском Союзе. Вы сказали, что похорон не будет, но что с телом Путина в таком случае? Я этого не говорил. Тело лежит, потому что, по крайней мере, вчерашний день оно лежало крупно. Меня постоянно пытаются исказить, постоянно практически. Приписывая мне то, что я никогда не говорил. Очень часто. Но это же любимый метод. Сначала вы приписываете человеку глупость, которую выдумали, а потом начинаете ее же успешно опровергать. Я говорил, что пока он не будет похоронен, потому что не решен вопрос, когда лучше объявить о преемственности власти и каким образом осуществить передачу власти. Этот принципиальный вопрос не решен. Существует только один принципиальный консенсус. Объединиться на время вокруг двойника, именно на время вокруг двойника усопшего президента и в течение двух месяцев, двух-двух с половиной месяцев до нового года, возможно, в начале следующего года, решать вопрос о том, проводить ли президентский выбор или нет, перенести их, возможно. Если проводить, то кто будет в качестве главного кандидата? Все эти вопросы не решены, они остаются открытыми. И вокруг этого будет идти, конечно же, ожесточенная борьба. Все это время тело Путина будет храниться, ну, давайте это назовем, в подобии морга. Хотя вот поначалу его тело поместили именно в бытовой морозильник. Неужели не могли подготовиться, зная, что такое будет, и подготовить какую-то морозильную кандидату? Вы знаете, это же Россия. Вы знаете, что это произойдет, но вы все равно до конца не верите, что, допустим, наступит зима, что пойдет снег и тому подобные вещи. Да, знали, но думали, что у них есть еще немножко времени. Времени не оказалось. Он же скончался в течение 40 минут. И попытки интенсивной реанимации ничего не дали. Как его семья отреагировала на это, и кто был с ним в этот момент, известны ли вам эти подробности? Вы знаете, у него такая же семья, как и он сам. Рядом с ним были только врачи, которых практически всю ночь продержали рядом с телом покойного президента, их не выпускали из комнаты, в которой он скончался. Семья хорошо знала, что он уйдет. Для нее это не было неожиданностью. Горюет ли она или нет, я не уверен в этом. Ну, то есть, неужели Алина Кабаева, о которой нередко говорят, его дочери, возможно, внуки, которые тоже имели какой-то доступ к общению с ним? Да. Он не встречался в последнее время ни с кем из своих родных. Вообще. Потому что он не просто тяжело болел, он уже умирал. И он знал об этом. Уже с сентября он знал, что ему конец, когда ему врачи сказали, что у нас такой вот консенсус прогноза. Мы все сошлись на том, что осень вы не переживете, Владимир Владимирович. Так что готовьтесь. Ему было не до общения с родными и близкими. Никаких распоряжений он не оставлял. Политического завещания он не написал. Ну, а сейчас, насколько известно, дочки будут прикрываться именем и торговаться за то, чтобы они получили какие-то важные позиции, именно государственные посты, в обмен на то, чтобы будут признавать, что папа все еще жив. То есть скоро мы увидим их на политической арене? Это весьма вероятно. Они просили для себя, ну, министерские портфели или аналогичные. Ну, а что касается женщин Путина, неужели... Вы когда говорили, по-моему, нам, если я не ошибаюсь, все-таки, что они говорили по видеосвязи с Кабаевой и не встречались лично, но по видеосвязи были сеансы, которые... Ну, а что, Алина Маратовна тоже будет подтверждать, что это ее невенчанный муж. У нее что, есть выбор? Никакого. А семья знает о двойнике? И вообще согласны ли они с... Конечно, знает. Опять же, а у них что, есть выбор? Альтернатива вообще-то хуже. Да, это гадко, это и мерзко. Но как гадко и мерзко все в высшей российской политике. Это законченная мерзость. Вопрос, который от наших зрителей приходит, от Димы, в частности. Почему Патрушев и компания после смерти Путина не используют его кончину для прекращения войны, которая с ваших же эфиров ранее не устраивала российскую элиту? То, что ничего в этом плане не происходит, не говорит ли о том, что недоверчивых слушателей вводят в заблуждение? Ну, Дмитрий просто невнимательно наблюдает за происходящим. 27 октября Лукашенко вдруг сказал, вдруг именно, о том, что, ну, вдруг для тех, кто не понимает, что надо срочно прекращать военные действия, объявлять перемирие и начинать переговоры. Я хочу просто напомнить уважаемым зрителям и слушателям, что посол России в Минске Грызлов это очень близкий друг Николая Платоныча Патрушева. Они вместе учились. И Лукашенко прекрасно был осведомлен о реальном положении дел в Кремле и о состоянии здоровья усопшего российского президента. Аналогичным образом, во время визита в Пекин, Шойгу тоже сказал, что надо выходить вообще на мир, мы готовы. Знаете, это не его прерогатива, не прерогатива Шойгу делать подобные заявления. Поэтому, пожалуйста, дорогие друзья, наблюдайте внимательно за происходящим. Если говорить вообще о том, что творится в окружении Путина сейчас, вы об этом уже упомянули вначале, но, может быть, если чуть развернуть ваш ответ, вот что сейчас происходит в эти минуты, в эти часы, я не знаю. В эти минуты перераспределяются позиции во власти. Потому что коалиция, которая сформировалась вокруг Патрушева, она начала формироваться еще до кончины Путина. Интенсивные консультации шли в ночь после его смерти на другой день, 27 октября. Коалиция, да, готова подверживать статус-ку, временно статус-ку, но в обмен на усиление или сохранение собственных позиций. Я думаю, что согласовать интересы еще извычайно сложно, хотя Николай Платоныч пообещал все интересы учесть и даровать еще больше, чем у них было. Посмотрим, как это получится на деле. Вообще, если говорить о двойнике, насколько это, по вашему мнению, самостоятельная фигура? Может ли он что-то делать сам? Да, он может делать некоторые заявления сам. Сейчас, я бы сказал, он на более длинном поводке, чем прежде, чем до смерти Путина. Потому что важно, чтобы он не сделал глупости, чтобы он был уверен в том, что у него, у двойника, безоблачное будущее, есть какие-то перспективы. Ну, как мне сказали люди, которые его знают, ну, понимаешь, повестись на эту историю и подписать такой контракт мог только дурачок, которого успешно разыгрывают. А потом его планируют ликвидировать, учитывая, что объявят о смерти Путина? Или какие планы? Слушайте, мы же знаем, с какими людьми мы имеем дело. Они что, будут оставлять такого свидетеля? Да никогда не... Но, наверняка, у него тоже есть семья, Валерий Дмитриевич, и те люди, которые... Нет, у него не было семьи, он стал как раз двойником, потому что он был социальным маргиналом, у него практически не было родственников. Вопрос, который тоже часто задавали в контексте того, что это те, кто не верил вам и не верит вам, про Явлинского. Ведь Явлинский встречался в Кремле с Путиным, по крайней мере, так прислужба партии «Яблоко» говорит, как раз в то время, когда, по вашим словам, Путин был уже не в состоянии с кем-либо встречаться, судя по всему. Григорий Алексеевич встречался с двойником. Понял ли он, что это двойник или нет, я не знаю, потому что до этого Явлинский очень давно видел Путина, ну, несколько лет тому назад, во время президентских выборов 2018 года, точнее, в тот день, когда Путин принял всех кандидатов, участвовавших в выборах. Согласитесь, это было давно, не правда ли? Путин и Явлинский никогда близко не общались, за исключением двух-трех ночных встреч, это было еще в середине прошлого десятилетия, нет, первого десятилетия 21 века, когда Путин приглашал Явлинского, они долго говорили ночью. Поэтому Григорий Алексеевич мог вполне ошибиться, а мог и не ошибиться, но слукавить. Не сторож, я брату своему. Но эта встреча для чего была, на ваш взгляд? Она ведь была все же? Чтобы подтвердить, с двойником была, да, не с Путиным же. С ним нельзя было встретиться. Ну, Путин с Кобзоном встречаться направился в тот момент. Какой Явлинский? Я думаю, Григорий Алексеевич на эту встречу вряд ли бы поспешил. Ну, а встреча с Путином, с двойником, как вы говорите, Путина и Явлинского, она заранее была запланирована, или это что-то спонтанное? То есть какие планы пытался организовать? Я не знаю, была ли она заранее запланирована или нет. Возможно, это срочно потребовалось организовать, чтобы продемонстрировать городу и миру, что рукопожатие крепкое, на посту работает с документами. Почему, на мой взгляд, если говорить о западной прессе, то кажется, будто бы она не восприняла это так всерьез? Как вы считаете, эти заявления? Почему же? Она все серьезнее к этому начинает относиться. Ну, потому что, когда происходит такого сорта события, они ошеломляют своей неожиданностью, отсутствует какая-либо официальная информация, а ее, естественно, и не будет, потому что я заранее говорил, что это будут скрывать, и что скрывать это постарается, по крайней мере, в течение двух, возможно, трех месяцев. Я уже не берусь судить, как успешно это у них будет получаться и как долго. Поэтому ничего удивительного в такой реакции. Но она начинает меняться. Она начинает меняться. Вот, допустим, статья, это не статья по интервью с Мотельем, это профессор Ротгерского университета, очень хороший ученый, что эти слухи не безосновательны, как он пишет о смерти Путина. Это не слухи, это просто медицинский факт. Та речь, которая была произнесена как раз с, вероятно, двойником Путина, как вы это говорите, про беспорядки, погромы в Дагестане. Там он о пауке говорил, который мир окутал, ну и так далее. Я недословно уже его цитирую. Вообще вся возможная конспирология там тоже была перечислена. Кто эти тексты сейчас пишет? Кто их придумывает? Или сам двойник может... Я думаю, что пишет та же самая команда, что и писала. Вопрос в том, кто задает идеи. Ну, задает явно не двойник. Задает, я думаю, Николай Платоныч Патрушев, потому что, судя по комплексу идей, это близко ему. Ну, вообще, чекисты, они обожают конспирологию разного сорта, для них не существует случайности, не существует совпадение. Это профессиональная деформация, она, кстати, характерна для спецслужбистов всех стран мира. Просто Россия – это та страна, где они являются политической власти. В других странах их политической власти стараются не допускать. Многие проводили параллели с заявлениями певицы Вики Цыгановой, если вы знаете такую, которая давала интервью Дудио, и позже заявила, что это нейросеть, и как раз с заявлениями Путина, комментируя, ну, того Путина, который как раз говорил. Ну, я понимаю, да, сравнение вполне-вполне уместно. Нейросеть вполне смогла бы генерировать такие речи. Может быть, и генерируют. Кто знает. А почему, на ваш взгляд, они стали… Может быть, решили упростить себе работу. Да? Почему они стали отрицать, что это они, цыгановы? То есть, им начали угрожать? Да просто испугались, когда им сказали, что их отлучат от кормушки. Они не смогут давать концерты в России. Конечно, испугались. Господи, деньги. Ну, вот, если говорить о генерале СВР, который первым сообщил об этом, позже написали об этом вы, насколько сейчас тесно вы сотрудничаете? Потому что некоторые, в том числе и наши зрители, и вообще ваши зрители, считают, что генерал СВР – это и есть вы, Валерий Людмилович. Нет, это глубочайшее заблуждение. Я в свое время приложу руку к раскрутке этого канала, да, и очень я рад этому. Это та группа людей, очень достойных людей, в высшей степени, еще раз повторю, в высшей степени достойных людей. И я горжусь тем, что время от времени я с ними сотрудничаю. Для меня это предмет гордости. Я сразу это хочу повторить. Предмет именно гордости. Ну, я не пишу ничего для этого, по телеграм-каналу, я никогда не писал. Легко очень сравнить стиль и понять, что это не я. Что я подобные вещи не мог бы. Это не мой стиль, это первое, второе. Конечно же, не имеет доступа такого к информации, все, я бы сказал, абсолютного, которые имеют эти люди. Они обладают высочайшим уровнем допуска. Высочайшим. Никто в России подобного уровня допуска, я думаю, и не имеет. Как-то мы в нашем эфире говорили и вас цитировали с Михаилом Шейтельманом, и он как раз сказал, и мы ставили этот фрагмент и в интервью с вами, он сказал о том, что то, что говорит Валерий Соловей, я сейчас недословно процитирую, но наши зрители вспомнят, это для него имеет не прямой смысл, вот то, что это произошло сейчас, здесь, сейчас, а скорее, как он сказал, экзотенциальный смысл. И вы как раз сказали, что вас Шейтельман понял. Вот эта новость, она все-таки имеет прямой смысл? Новость это сообщение, которое вы сделали? Ну, конечно, прямой. Или экзистенциальный тоже? Нет, это, конечно, это, во-первых, важнейшая новость, которую пытаются скрыть. А вот генералы СВР, я не дали возможности скрыть эту новость. Это первое. Второе. Это новость, которая предполагает не просто к размышлениям, а к тому, чтобы понять, придет скоро время сделать выбор. Очень важный выбор. Экзистенциальный выбор, в полном смысле слова, выбор, связанный с будущим России. Его придется делать. И, естественно, что формируется новая реальность. Вот я говорил информационно. Психологическая реальность формируется в головах людей, их ментальная карта начинает меняться. Формируется новая политическая реальность. И, конечно, точка отсчета это вечер 26 октября. Какие сценарии развития сейчас возможны, на ваш взгляд, сценарии развития для России? Ну, и, наверное, для России извне, потому как Россия, мы понимаем, война в Украине продолжается. Хотя, израильская война информационно, кажется, сместила этот фокус. Но, тем не менее, и к израильской войне, судя по всему, Россия тоже может иметь какое-то отношение. Ну, она имела, не Россия, а Кремль. Он ту руку приложил. Да, Кремль. Но после консультации с Патрушевым, израильтян, Россия согласилась, что она не будет помогать своим палестинским братьям. В обмен на неразглашение израильской стороны правды о реальной ситуации в высшем политическом руководстве России. Аналогичное соглашение предварительно было достигнуто Соединёнными Штатами. Китайцы тоже в курсе. Так что, в общем, мир в курсе, кроме обманутых россиян, естественно. Ну, то есть, израильтяне знают всё то, что происходит в Украине. Да, знают. Израильское руководство прекрасно знает, потому что именно израильские врачи курировали лечение Путина с начала 2020 года. А весной этого года, 2023, они отказались его лечить. Найдя благовидный предлог. Да, вы говорили об этом, но, кстати, наши зрители из Израиля, возможно, посмотрев это, скажут, лучше бы израильская разведка знала о нападении предстоящем атаке Хамас, нежели чем о том, что происходит в высшем политическом руководстве России, раз уж она так осведомлена. Ну, этот вопрос надо задавать не мне. Я понимаю, да, но этот вопрос точно не мне надо адресовать. Ну, вот если говорить всё-таки о сценариях, Валерий Дмитриевич, какие вы видите для России сейчас после того, пустой информации, которую вы огласили? Здесь горизонт недалёк, есть предварительное согласие российской элиты о консенсусе на два-на-три месяца. Вот в течение этих двух-трёх месяцев многое определится. Возможно, схватка за власть начнётся раньше, чем через два-три месяца. Пока ничего определённого сказать нельзя, кроме вот двух вещей. Первое, есть временный консенсус, второе, в качестве фронтменов выдвинули двойника. Да, ну и третий факт, неоспоримый, Россию возглавляет Николай Патушев. А что с выборами предстоящими? А никто не знает, вопрос не решён. То есть, будут сейчас делать вид, что всё идёт по плану, мы готовимся к выборам, тем более, это же бюджеты. Бюджеты очень выгодно осваивать, которые выделяются под выборы, особенно, если вы знаете, что вам отчитываться, возможно, о них уже и не придётся. А как выборы проводить, с кем проводить, когда проводить ли вообще, обсуждается вариант с тем, чтобы их перенести. Ну, с введением предварительного военного положения, под предлогом введения военного положения. Песков как-то сказал ещё до вашего объявления, он сказал о том, что у Путина нет конкурентов. Вообще Песков в курсе того, что-то... На том свете у него точно нет конкурентов, никаких. Уже это абсолютно... Да, Песков в курсе. Ну и что? Песков, прошу прощения, это затычка. Его мнение вообще никого не интересует. Но неужели сейчас, чем больше эта информация распространяется в кремлёвских кругах, наверное, тем больше люди боятся, а что будет дальше, а что будет конкретно со мной, и разве нет таких настроений? Ну, знаете, как ни странно, многие вздохнули с облегчением. Путин, это было бревно, лежавшее поперёк дороги. Вот теперь, наконец-то, это бревно можно спихнуть. И, возможно, откроются новые перспективы. Так что, это немного похоже, а может быть, даже и сильно похоже на смерть старого. Другое дело, что Николай Патронович 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 вовсе не похож на Никиту Сергеевича Кручёва. Я бы сказал, он скорее похож на маршала госбезопасности Ваврентия Берия. Посмотрим. Вот вы как-то нам в интервью говорили, что вы, оставаясь в России, вы остаётесь со своим народом. Интересно, как вы сейчас объясняете своё пребывание. Этими же словами можете объяснить, почему вы остаёте? Да, конечно, я знал, к чему всё идёт. И в тот момент, когда в России разразится политический кризис, и можно будет повлиять на судьбу страны, принять в нём участие, надо находиться здесь. У меня последовательная линия поведения. Последовательная. Я бы сказал, выверенная. Ну вот уже скоро будет этот момент, вы считаете? Да, я думаю, что скоро. Точно назвать не могу, никто не может назвать. Ну, по всей видимости, всё-таки в следующем году. Ну, какова ваша роль будет? Готовы ли вы участвовать в выборах? Если вы отвечали уже на вопросы о политических амбициях, но тем не менее. Ну, я не думаю, что речь пойдёт о выборах. Я думаю, что вопросы будут решаться, политические вопросы, несколько иначе. Не у избирательных уровней. Каким образом? Как вы это видите? Ну, в виде, я бы сказал, прямой демократии. Назовём это так. Но готовы ли вы быть одним, в случае, если всё-таки выборы состоятся, как такая, ну, принятая модель для просто понимания, быть одним из кандидатов на пост президента того же? Сейчас вообще рано об этом говорить. Очень рано. Я вполне серьёзно вам говорю. Очень рано. Какая-то определённость появится только после Нового года. Несмотря на все попытки произвести впечатление предопределённости ситуации, она не предопределена. Ничего даже близко похожего нет. После Нового года можно что-то будет уже сказать, но я надеюсь о выборах. Пока что нет. Вот спрашивает наш зритель два вопроса, Валерий Дмитриевич, как историку. Какова вероятность, что когда-нибудь история в России будет изучаться в учебных заведениях, а не просто сообщаться? Учебник Мединского школьникам не оставляет ни единой попытки думать в теме, даётся информация, вопросы по теме даются только для того, чтобы проверить, запомнил или нет. Никаких вопросов на логику и размышления. Ну, в общем, по поводу истории, учебника истории. Как будет трансформироваться это после... Да, я думаю, что уже через год учебник Мединского Таркудова будет раскассирован. И надо будет писать новые учебники истории в связи с кардинальным изменением политической ситуации в Российской Федерации. Я надеюсь, новые учебники окажутся более продуманными и концентрирующимися на других сюжетах, открывающих как раз пространство для размышлений. И для переосмысления, для переоценки отечественной истории. Особенно последнего 20-летия. Будет и разоблачение культа, будет срывание масок и покровов, много чего увидим. Ну, в общем, это уже происходило в российской истории. еще спрашивает вас наш зритель Владимир, опять же, как к инсайдеру вопрос. Может, пора переехать семью в более комфортные условия для работы, иначе эта работа может прекратиться на очень долгий срок, а пользы на свободе от профессора будет однозначно больше, чем сшитые рукавицы в Сибири. Я прекрасно понимаю, я много об этом думал, но я сказал, что я сделал свой выбор, экстенциальный выбор, именно. Я в России со своим народом. Всегда. И я не могу давать советов и предлагать что-либо, если я буду находиться за границей. Для меня это аморально. Потому что, если я что-то предлагаю, к чему-то призываю, я должен показывать личный пример. Вот я сейчас его показываю тем, что я нахожусь со своим народом, говорю правду и не боюсь говорить правду. Дмитрий спрашивает, спросите, пожалуйста, а что стало с огромными подземными базами Путина в Африке, про которые часто упоминал профессор? Там, по его словам, было много наличности, так пишет наш зритель, золото. И почему до сих пор нет ни одного спутникового снимка технической инфраструктуры этих подземных хранилищ? Базы в целости и сохранности там по-прежнему хранятся активы в натуральном виде. Они находятся под контролем действующей российской власти. Насчет спутниковых снимков это вопрос не ко мне, а к разведслужбам других государств. А что касается того бункера до резиденции, где находится все-таки это бункер, насколько мы понимаем, где находится Путин, его тело сейчас, по вашим словам, это место сейчас, оно стало более уязвимо в контексте смерти Владимира? Да нет, оно не стало более уязвимым. Там увеличена охрана. Она была увеличена вечером 26 октября. Там усиление произошло. Не дай бог, кто-то же проберется в холодильник и сделает селфи на память. Ну а фото вообще возможно получить оттуда каким-то образом, учитывая, что доказательства все ждут? Наверное, возможно. В таком плане. Наверное, да ну что вы, Анна, на какое-то доказательство. Вам тут же скажут, что это фотошоп. Знаем мы. Это сгенерировал искусственный интеллект. Да ну что вы. Какое доказательство? Вот еще вопрос. Так, что будет с орденом на арест Путина Международным уголовным судом? Его должны аннулировать? Ведь настоящий Путин мертв, пишет наш зритель. Это вопрос Международному уголовному суду. Как только прояснится ситуация, я думаю, что он примет какое-то решение. Ну, на ваш взгляд, вот тот хаос, который, возможно, может начаться сейчас, если действительно все это подтвердится, и то все будет так, как вы говорите, можно ли предположить вообще, во что это все выльется, что будет в России? Можно ли предположить условно, что вот Адистан станет в каждой республике? Да, однозначно это будет масштабный политический кризис. Однозначно. Он начнется как кризис элит, как борьба элитных группировок, потом в дело включатся части общества, ну, надеюсь, авангард, гражданский авангард общества, он будет в союзе с какими-то элитными группировками. Это будет серьезный кризис, очень масштабный, его последствия будут иметь исторический характер, без преувеличения исторический характер. Еще раз, это по значению будет значительнее, чем то, что произошло в августе, в августе-декабре 1991 года в Советском Союзе. Это будет значительнее по своим последствиям. Что касается формы протекания, ну, никакой гражданской войны не будет, не будет, хотя возможны эксцессы. В первую очередь в российской столице. Да, кризис остро проявится на Северном Кавказе. Там все кризисы проявляются острее. Но это не означает, что так будет по всей России. Да ничего подобного. Большая часть России будет за телевизором, как завороженные, по телевизору, как завороженные наблюдать за тем, что происходит в Москве. Ну, наиболее активная часть, надеюсь, в Москву и направится. Что касается Кадырова, его недавнее заявление он прокомментировал беспорядки в Махачкале, как раз сказав, что надо там три выстрела в воздух и так далее. На ваш взгляд, может ли там быть какая-то дестабилизация вообще в целом? И насколько Кадыров осведомлено об этой информации? Кадыров осведомлено происходящим, именно поэтому он предпринял все необходимые шаги по усилению своих позиций в Чечне и по усилению Чечни. Я имею в виду и формирование двух новых батальонов, и передача тяжелой техники от бывшего ЧВК Вагнер, она оказалась у Росгвардии, значит, передача этой техники, ее не так много, но она тем не менее есть, передача ее в Чечне. Это укрепление позиций, потому что Кадыров прекрасно знает, как к нему относятся нынешние российские руководители, и он хочет им показать, что я не сдам себе сбоя, как поется в одной замечательной украинской песне. Вот это им показал. Кстати, аналогичным образом он показал и махачкалинскими событиями. Еще раз, Кадыров показал махачкалинскими событиями, что он обладает влиянием, это влияние он может использовать. Влияние, выходящее из-за предела Чечни. То есть, правильно ли я поняла о вас, что говорить, что Кадыров имеет отношение к тем погромам, которые там были, или же кто стоит за этим вообще, на ваш взгляд? За этим совершенно точно не стоят ни американцы, ни украинцы. А кто стоит, я вам уже сказал. Но в таком случае есть вероятность, что и в других регионах России подобное может вспыхнуть. С чего бы? Там нет никаких украинцев.